Что же на самом деле страшнее, коронавирус или та паника, которая вокруг него развернулась? Какие средства против коронавируса наиболее эффективны и когда же закончится всеобщее безумие? Об этом в интервью пятничному выпуску программы «Реакции» рассказал известный российский врач Александр Мясников. Александр Леонидович, вы написали в блоге в вашем последнем посте о том, что сейчас происходит в связи с коронавирусом. Это учение перед грядущей настоящей инфекцией. Что вы имели в виду? Я неоднократно писал, причем это не только я, это любой инфекционист вам скажет, что мы сидим на проховой бочке под названием инфекции. И мы знаем, просто знаем, что рано или поздно, скорее всего рано, произойдет мутация вируса какого-то, именно зооноза, и он будет передаваться от животных к человеку. Что, собственно, и произошло. И мы знаем, что вторая мутация будет, которая даст возможность вирусу, который передается от животных к человеку, передаваться уже от человека к человеку. Это уже опасно. Почему? Потому что мы сталкиваемся с чем-то неизвестным. У нас нет вакцин, нет лекарств. И это настолько очевидно, что по иронии судьбы как раз в ноябре месяце 2019 года в Америке, в университете Джона Хопкинса как раз разыгрывался сценарий, что будет, если... И там как раз бывают сценарии, как из Бразилии вырывается свиной грипп, как он моментально вспыхивается, самолетами разносится по миру, каждые две недели удваивается, заболевает 75% населения, 65 миллионов человек погибает, 700 миллиардов потери прямые медицинские. И вот как раз спустя буквально несколько дней, первый случай зарегистрирован в ноябре, вспыхнула вот эта инфекция. Наше счастье, что эта инфекция, в принципе, да простят меня за цинизм, это обычная ОРЗ. Обычная ОРЗ. Во-первых, коронавирус, он вообще вызывает обычный человеческий коронавирус, есть у всех, и все мы им переболели. Я, вы, все. Их несколько разновидностей у человека. И до двух третей всех ОРЗ в северном полушарии это коронавирус. Не этот занос новый, но коронавирус. На 70-75% похоже на тот, что сейчас. На самом деле, на самом деле, почему я говорю, что ОРЗ, вот даже от обычного коронавируса человеческого, если он поражает пожилых людей, и если он вызывает пневмонию, а так бывает, то смертность у этих пожилых 10%. 10 даже процентов. Даже больше, чем то, что сейчас. Более того, я вам скажу, что вот сейчас статистика, конечно, так. Но вот в предыдущей эпидемии коронавируса в 2002 году была проблема с диагностикой, потому что что-то не показывало, а что-то показывало, что это коронавирус, а оказывалось, это не этот новый коронавирус, но новый для 2002 года, а наш обычный. Поэтому смертность, ну это зависит, как мы будем считать. Мы будем считать общую смерть, потому что она колеблется. Она колеблется 1%, 2%, 3%, в России 0%. Так что какую смертность? Пока. Ну, конечно, тву-тву-тву. На данный момент. Ну, вы же понимаете, когда я читаю новость, что в Германии умер первый пациент от коронавируса, думаешь, ух, потом читаешь, старику было 91 год. Ну, 90, нет, я не шучу, это так и есть. 91 год, ну, слушайте, отчет, умирать надо, и старики всегда умирают, в последней смысле, в первую очередь при гриппе. Я всегда говорил, почему именно им надо прививаться от гриппа, потому что для них грипп смертельно опасен. Ну что ж, тогда из-за обычного ОРЗ у нас закрывают границы, прерывается обучение очное в школах и вузах, происходит паника. Люди массово с каком-то диком порыве скупают туалетную бумагу пресловутую. Знаете, я не очень понимаю насчет туалетной бумаги, потому что у меня сын живет во Франции, и когда он мне прислал, что во Франции исчезла туалетная бумага, ну, и потом прислал фотографии пустых полок, я не понимаю, что страх так действует на кишечник, что надо такие количества туалетной бумаги. На самом деле мы, понимаете, давайте думать, давайте просто считать. Каждый день в мире умирает 160-180 тысяч человек. В год умирают миллионы и миллионы людей от инфекционных заболеваний. Мы знаем, грипп 650 тысяч, это только посчитанных, а если не считанных, надо умножать на 10 по американской математической модели. От вирусного гепатита умирает 630 человек, от СПИДа умирает полтора миллиона, ну и так далее, и так далее. Если мы будем считать, ну, смотрите, сколько мы с вами разговариваем. Это если вот каждые 12 минут в мире от кори умирает один ребенок. Да, это, конечно, мир, не Франция, а с Россией. А то, знаете, как мы привыкли, если не у нас, это где-то там, это где-то там, в Индонезии. Но они же тоже люди. Это почему-то никого не волнует. Вот эта ситуация, ну, давайте будем цинично скажем. Заболело полторы, за все это время полторы сотни тысяч человек, 1500 где-то. Умерло там 6000 за три месяца. Ну, вы знаете, для примера, вот больница, где мы находимся, за три месяца у меня умерло 515 человек. В одной больнице, да. У нас на западный район 5 больниц, посчитайте, да, 515 на 5, вот вам. Это просто за этот же промежуток времени. Это, причем, у нас низкая смертность, у нас не самая большая больница, если мы возьмем Боткинскую, которая шире намного. Вот просто из этого вы считаете риски. Вы поймите, что на фоне миллионов, сотен миллионов переболевших гриппом, гепатитами, вирусными заболеваниями, которые каждый год болеют все, на фоне нескольких миллионов погибших в год от любых пониманий смертности, от любого обычного понимания 10%. На этом фоне 150 тысяч заболевших и 6 тысяч умерших, вот если бы не было средств массовой информации, никто бы даже не заметил. Ну, где, может быть, Китай сказал, что тут у нас вроде как в больнице нагрузка стала чуть побольше. Никто бы не заметил. Вы скажете, ну это потому, что мы остановили. Да ничего мы не остановили. Мы не остановили. Вот сейчас мы останавливаем. Вот пока это было, это шло практически естественным путем. Потому что, когда Москва перекрывала границы, а в Питер можно было пролететь, и, слава богу, сейчас Сергей Семенович этим всем занялся, это был абсурд. Когда закрывали рейсы на Италию, но спокойно можно было приехать через Прагу или просто в аэропорту столкнуться, изначально, я изначально говорил, что либо мы сразу закрываем. Потому что это как мухи разносят, как комары болезни. Вот вы посмотрите, флайт-радар, это же просто... Да, это видно все. Это видно. Поэтому надо было... То есть эти меры необходимы, которые сейчас принимаются, они оправданы? Так вот, я к этому и иду. Я просто к тому, что вот эта заболеваемость и смертность, это естественное заболевание и смертность, а не то, что мы остановили. Теперь меры оправданы или нет? Дело в том, что вакцин нет и не будет скоро. А если будет, то не для всего населения. Если вакцина, что вакцинирует население Земли, это годы. Я вам больше скажу, почему вакцины от прошлого SARS остались незаконченными. А потому что в экспериментах они еще увеличили чувствительность к вирусу. Не убирали, а увеличивали. Это очень сложный вопрос. Карс вакцину сделал, привил, все хорошо. Очень сложный вопрос. То есть лекарства как такового нет? Лекарств как такового нет. Значит, что мы можем? Как в средние века останавливать эпидемию чумы блокадой города. Вот просто полной блокадой. Пришло ли это время? Но понимаете, в чем дело? Вот я почему с первого дня говорю, рассматривайте это как учение перед настоящей инфекцией. Потому что если бы это был птичий гриб, а он, кстати, прошел очень близко, Н5-H5, просто он был даже в Подмосковье, птицы же летают, они границ не знают, летят гуси-лебеди, а тут уточки, тут курочки. Они просто не появились, вторая мутация не произошла, они пришли к человеку, а вот от человека к человеку не научились. А если бы научились, и мы вот так вот, не мы, мир. Мы, кстати, в данном случае мы сыграли лучше всех, наверное, после китайцев, да и то китайцы пропустили две недели и 5 миллионов уехало. А вот мир бы уже вымер бы, уже бы миллионами, десятки миллионов считали погибших, если бы это был птичий гриб. Понимаете, почему я говорю, что учение. Сейчас, слава богу, сейчас все отработают, кто-то запомнит, кто-то поймет, насколько мы уязвимы. Я когда-то говорил, все смеялись, а это была просто научная статья, где опубликовали, как выводить новый вирус гриппа при помощи хорька, свиньи и курицы. Серьезно. У хорька эпитерия, как у человека, у свиньи также мутации. Так потом запретили эту публикацию, изъяли, потому что сказали, что это просто инструкция по получению биологического оружия. Просто кажется крайне странным тот факт, что если это ОРЗ, то из-за ОРЗ мы закрываем детские сады, вузы, аэропорты у нас пустуют и так далее. Это не укладывается в голове, ощущение какой-то инспирированности. Значит, почему я говорю, что это как учение хорошо, потому что должен быть какой-то смысл. Вот этот смысл как учение перед грядущей инфекцией, я это приветствую. Потому что это реальное учение. Но вы понимаете, в чем дело? Мы знаем, что у нас на всю страну 90 заболевших. Ну, двоится, но будет тысяча заболевших. Пока никто не умер. Ну, понятно, кто-то из пожилых к тому времени от старости умрет и совпадет с коронавирусом. Никто уже не может не принять мер. Потому что правительство будет смятено страхом, и люди уже боятся. Если сейчас ничего не делать, есть вариант. В Африке никакого коронавируса нет. В Индии никакого коронавируса нет. В Бангладеш никакого коронавируса нет. Его нет или просто никто не знает? Что делать в условиях учебной тревоги? Нам, мы живем, в общем, фактически уже в ситуации карантина определенного. Что делать конкретно сейчас? Вот как ваши меры? Вы должны помнить, что на 140 миллионов человек у нас 90 заболевших. 115 сейчас уже, по свежим данным. 200, скажем, забегая вперед. 200 заболевших. Значит, какая ваша реальная опасность встретить такого человека? Реальный шанс? 0,0,0,1%. Возьмем последний случай. В Москве доктор приехала, кстати, по-моему, из Италии. И отслежено, что она положительна на коронавирус. Она за это время успела посмотреть 56 человек. Обследовали всех, не подтвердили ни у кого. Вот просто в вопросе заразности. Вот она делала ультразвук всем, не заразился никто. Даже вот прямой контакт. Вот просто исходите о степени рисков. Поэтому риски, ну, вы сами расцениваете. Иначе, как учение, я это объяснить не могу. Потому что 200 человек чихнувших, ну, даже вот еще раз. Она, дело в том, что это все равно сезонная инфекция. Конечно, коронавирус не такая сезонная инфекция, как вирус гриппа. Ну, я имею в виду наш человеческий. Но, тем не менее, он четко прослеживается. Ну, знаете, ОРЗ болеет зимой, и летом ОРЗ болеет срезом. Вот та же ситуация. Теперь уж слово сказано, как пуля стреляна. Теперь, почему карантин помогает? Потому что, когда вводится карантин, все, кто инфицированы, они либо заболевают, либо не заболевают. В любом случае они не передают. Ведь наши проблемы не вылечить пациента. Мы не можем его вылечить. Проблема оборвать контакты, чтобы не передавал дальше. Если он даже переболеет дома, либо будем циниками, умрет, кто-то всегда умирает, умрет. От свинки, от обычной свинки, извините, не от свинки, свинки-то там намного больше. От ветрянки. Самая невинная болезнь. Умирают дети. По сей день. То есть маски мы надеваем просто для успокоения собственных нервов, прежде всего. Конечно. Маски. Не зря ВОЗ говорит маски кому? Уже заболевшему, чтобы не летело. И врачам, и вот там не те маски, потому что заболевают вторично именно врачи. И потом они разносятся. Вот первые линии именно медики. И вот в Китае, и в Италии именно медики. Поэтому медперсоналы и больные. А даже в свое время, если вы находитесь в Ухане, маски вам не помогут. То есть это чисто психологически. А я прочитала тоже Ваши комментарии, что люди с вредными привычками входят в повышенную группу риска по заражению вот этой инфекции коронавирусной. То есть у них просто иммунитет хуже, слабее, да? Именно в этом вся причина. Дело в том, что Вы понимаете, что почему болеют пожилые. У них иммунитет не тот. Если человек здоровый, закаленный, физически развит, не толстый и так далее, даже на него хоть 10 коронавирусов чихает, просто не заболеет. А старику он где-то продул, получил вирусы и, конечно, потом запустил эту цепь болезни. Они же все хроники и так далее. В общем, это как обычный РЗ. Все, что можно сказать про РЗ, Вы можете сказать про новый коронавирус. Соответственно, мирозащиты сейчас должны быть точно такие же, как пить всякие иммуноукрепляющие средства. Нет, иммуноукрепляющих нету средств. Их нету. Я имею в виду банальный, народный, природный. Сок лимона со специями. Это ради Бога. То есть что-то вот такое привычное. Вы знаете, я вычитал тут недавно слова Кадырова. Зачем умирать раньше времени? Мы все умрем, но Вы не убиваете себя страхом. Он абсолютно правильно сказал. Вот эта паника, она унижает нас. Унижает нас. Если мы будем говорить, люди, это учение. Весь мир сошел с ума, но мы не можем оставаться в этой условии. Мы должны, раз уж мы решили прервать, неважно по каким причинам. Принято решение. Остановите. Мы останавливаем. Индивидуальная угроза равна нулю. Потому что 90 человек, сколько это забыли, она равна нулю. Поэтому не паникуйте, ведите себя как во время учений. Мы делаем то, что мы делаем. Вы поймите нас правильно. Потом уже будем разбираться, почему это вспыхнуло, почему так было. Вот сейчас так. Просто примите это как данность. И тогда было бы нормально. А когда, Вы же понимаете, что бы я ни говорил, что это УРЗ, что бы я ни говорил, что там смертность 1-2%, где-то до 3%, где-то в Италии 6%. Все равно, что бы я ни говорил, мне скажут, да Вы что, карантин, да Вы что, остановили движение. Да Вы что, у нас это, у нас то. Это что, из-за УРЗ такая паника? Новости страшно считать. Да, из-за УРЗ такая паника. Поэтому, если ищите, кому это выгодно, я не знаю. Но это УРЗ. А у Вас есть версия, кому это может быть выгодно? Каким-то фармкомпаниям? Я думаю, что здесь не фармкомпания. Я думаю, что здесь есть уж так. Вы посмотрите, как дрогнул мир, какое экономическое потрясение. Кто-то, кто просчитал и увидел, что это может быть. Ведь это очень просто посмотреть, что будет, если рассеять панику. Можно заранее купить акции, играть на какое-то повышение. Повышение я не больно знаю. Но знаю одно, что если кто-то это сделал, он, конечно, гениальный человек. Потому что, в принципе, ничего не надо. Надо было подумать, иметь несколько компьютеров, несколько команд. И устраивать вот эти волны паники, просто запустить спичку. А нам что надо? Знаете, как сказал, да? Меня обманывать не нужно, я сам обманывался рад. Нам только кричи, паника. А дальше уже все равно пойдет, само сделает. Поэтому, если кто-то сделал это задуманно, он гениальный человек. Как будто коронавирус в головах. И ощущение, будто он размножается через нашу ментальную просто... Я еще раз говорю, это сейчас, спасибо Господу, что это невинный, не самая распространенная, не сломая славяя болезнь. Придет, попомните мое слово. Есть очень хорошая публикация, она просто называется, что беда в двух мутациях от нас. Вот именно в паре мутации от нас. И это будет. Придет из Китая, там слишком близко соседствует человек, свинья, птица. Скорее всего, это будет Китай, либо какая-нибудь подсахарная Африка. Скорее всего, и дай бог, если Китай, потому что там они рано-поздно спохватились. А если Камерун, откуда вышел СПИД? А если какая-нибудь там Эфиопия, где пока не поймут? Вы же понимаете, самолетами вспыхнет моментально. И вот тогда, то, что мы делаем сейчас, пригодится и очень. Мы не просто не делаем ошибок, но мы ошибкой там задержались, тут неполно, тут промедлили. И это очень хорошо. Дальше мы будем знать. В следующий раз вспыхнет. Опустим, задавим и спасем миллионы жизней. Вот с сегодняшними учениями. Может быть, на самом деле нужно просто громко сказать, что это учебная тревога, ребята? Или все расслабятся, когда узнают, что это учебная тревога? Они уже не расслабятся. Они уже в такой панике, сейчас люди бьются в истерике. А, мы все умрем. Поэтому их надо успокоить, но хотя бы просто для сохранения чувств человеческого достоинства. Потому что не надо как-то соображать. Александр Ильич, вот в завершение, ваши рецепты в том числе и как с этой паникой справиться? Есть ли какие-то способы? Ну вот, как вы можете дать совет нашим зрителям, которые боятся сегодня даже телеканал «Спас» смотреть? Потому что там тоже говорят про коронавирус сегодня. Вы поймите, не потому что вы телеканал «Спас». Мы все верующие, неверующие и неверующие. Прекрасно знаем, что все в руках Бога. Что бы ты ни говорил, ты в душе понимаешь. Поэтому, что тебе суждено, то и будет. Поэтому, чего бояться? Я думаю, что в книге «Судеб» смерти от коронавируса, ну, может быть, написано у единиц из миллиардов людей. Поэтому расслабьтесь. Просто умейте считать 90, 100, 200 заболевших на полтора, полторы сотни миллионов человек. У вас просто чисто статистический шанс заразиться равен 0,0 в периоде. Десятитысячные там какой-то доли процентов. Поэтому не нервничайте. Вы лучше бросите курить. Это убьет вас раньше. Привейтесь от гриппа. Привейтесь от пневмокока. Вы говорите, ох, пневмония. А вы знаете, что основная инфекционная причина смерти – это пневмония в мире. И пожилым надо прививаться от пневмокока. Потому что причина номер один смерти у пожилых, инфекционная, это тоже пневмокок. Вы же не прививаетесь. Вы думаете, а, пронесет. Так что же коронавируса боитесь? Ну и закаливание, конечно, да, и всякие привитивные меры. Закаливание, все это иммунитет и не верить. Вот я, например, не болею уже лет 30, потому что я не верю, что у меня какой-то вирус может меня победить. Плевало на этот вирус. А здоровье физическое зависит от того, что у тебя в голове есть очень во многом? Конечно, только в голове. Любой спортсмен хороший скажет, допустим, тяжелый атлет, вы думаете, он поднимает мышцами штангу или что-то делает? Только концентрация мысли. Возьмите самыми сильными мышцами железку и потом на минутку отвлекитесь, она тут же у вас упадет. Вы все делаете только концентрация силы, мысли и воли. И не заболеваете вы точно так же. В веры, в себя, в... Вот я еще раз говорю, когда... В истории еще много примеров подобных, которые задерживали развитие микробиологии и вирусологии. Когда люди открывали вакцины, открывали, извиняюсь, бактерии, вакцины, показывали на ученого совете, было два или три случая, один с холерой. Еще когда человек говорил, не верю, вставал, говорит, вот сейчас выпью все, выпью раствор холера, который мог целый город уложить, и не заболел. И поэтому вебрион открыли десятилетия позже. Прямо вот не бойся только верой, хочется сказать, как-то в завершении нашего разговора. Да, сто процентов, сто процентов. А когда все закончится, последний вопрос, как вы думаете? У вас есть какой-то прогноз? Ну, я изначально говорил, что еще несколько недель будет ясно, куда все пойдет, еще до того, как вылить карантинные меры. Было понятно, что они же идут вот так вот, волнами, потихонечку спадают. Самое интенсивное, когда за две недели удваивается количество заболевших. Сейчас пошло на спад, мы прекрасно видим по динамике в Китае. Вот они приняли те меры, которые мы приняли сегодня, и у них через месяц все закончилось. Значит, мы сегодня приняли меры. Я думаю, что через месяц будет конец апреля. Как раз Пасха будет через месяц, и к Пасхе Христовой мы. Я думаю, к этому времени у нас паника, нет, паника, вот паниковать не надо. Ну, коронавирус, ну, слава богу. Ну, в смысле, не слава богу, но грипп-то куда опаснее. Я хотела еще спросить у вас уточнение. Вот вы сказали, что индуцированное раздвоение личности сегодня возникает у многих людей, которые этой панике поддаются. А что такое, что это за индуцированное раздвоение личности? Индуцированное, когда они слышат разумные голоса, что, ну, подождите, все это не так опасно, не так смертельно. А на это время они видят, когда останавливаются полеты, рушатся экономические связи, туристические. Они говорят, что из-за, вот как вы говорите, из-за обычного ОРЗ. Почему я говорю, что надо объявить истинное положение вещей, все время об этом говорить. Но это же не только у нас, это происходит и в Европе, и я это наблюдаю, потому что у меня там сын, и все это, там просто водят комендантский час, там просто БТРами пригораживают улицы, что не ездили машины, и так далее, и так далее. Понимаете, когда человек вышел за хлебом, он видит БТР, переглядившую дорогу, что я ему буду объяснять, что это выражает? Он же боится, это дальше же начинается, вот эта паника. Просто надо понимать, что мы, врачи и власти действуют так, как они обязаны действовать. Потому что, еще раз, а если не коронавирус, а если птичий или свиной грипп пойдет с другой степени заразности и смертности, что воск? Поэтому делаем то, что должны делать. Но, еще раз, ущербная тревога. Звонок в школу, в школе бомба. Действуем по этому алгоритму. Александр Ильич, а какие сегодня самые главные, на Ваш взгляд, в целом угрозы здоровью людей в нашем мире в 2010 году? Инфекционные болезни. Инфекционные болезни. Я почему говорю? 17-20% всей онкологии суть инфекционной болезни. Онкология? Онкология. Вот, допустим, чистая инфекционная болезнь – рак шейки матки. 100% вирус папилломы человека. Есть прививка, кстати. В 100% рак печени – это вирус гепатита В, гепатита С. От В есть прививка. Рак желудка – это гелиобактер пилори. 20%. Это получается, что каждый четвертый случай рака – суть инфекционной болезни. Более того, инфаркты и сульты – суть инфекционной болезни. Это хламидии. Не те, которые половым путем, которые мы дышим, вызывают воспаление в сосудах, и уже на воспаленные стенки сосудов садятся бактерии. Есть работа, где пытаются лечить инфаркты антибиотиками. То есть это тоже суть инфекционной болезни. Вы это считаете? А на третьем месте и так инфекционные болезни. Пневмония, я уже говорил, и так далее, и так далее, и так далее. Но это вот основные причины смерти, если мы смотрим. Чем опасны инфекции? А вот тем, что для вас это неожиданно. Я еще 7 лет назад написал книжку, где писал об этом, что это будет, что мы никуда не денемся, мы сидим на пороховой бочке, и пара уже прорывается на котле. Никто даже не обратил внимания. Вот сейчас очень хорошо, что так, потому что в ближайшие годы не забудут. А если ничего не будет, через 5 лет мы это забудем. Мы забудем. Поэтому такие учения очень-очень полезны. И не зря Господь нам их дал. Опять же выживут те, кто превентивно занялся своим иммунитетом, получается. Потому что инфекционная болезнь не каждому готова пристать. Конечно, поэтому говорю, следите за весом, не курите, не пейте водку, двигайтесь и закаляйтесь. Иммунитет – это главное. Я вам больше скажу. С онкологией будет тоже наш иммунитет. Вот иммуно-онкология. Мы даем таблетку, которая не убивает опухоль. Она ставит на ней крестик, она показывает, она снимает защитный слой с опухоли. И уже наш иммунитет убивает. Наши внутренние силы могут сделать чудеса. И мы далеко не умеем им пользоваться. И не очень в этом понимаем. Но мы уже начали понимать, что они есть. Это уже важно. А что иммунитет сегодня прежде всего подрывает, кроме вредных привычек? Это плохая еда? Это плохой воздух? Это хронические болезни, диабет, болезни почек, беременность. Кстати, это во время беременности человек с ослабленным иммунитетом. Пожилой возраст. Вот хронические болезни, возраст, беременность и вредные привычки. В общем, главный рецепт против коронавируса от доктора Мясникова – это из вам мысли, можно так сказать. Это адекватное восприятие действительности. Включай мозг и не бойся. И главное – верь в свою судьбу. Это самое главное. Потому что мы унижаем себя таким страхом непонятного, что мы просто себя унижаем. Поэтому надо, во-первых, опасность знать, встречать ее спокойно. И с верой вы извините Бога. Спасибо. Разговор с вами просто как холодный душ. Такой, знаете, против коронавируса. Лучший рецепт, на самом деле, чтобы прийти в себя, ополниться от всей суеты и паники. Я рад, если... Спасибо, спасибо. Это было очень полезно нам всем. Спасибо большое. Спасибо.